QR-коды, санитайзеры, маски, журналы проверки температуры и санитарной обработки. Все эти требования должны соблюдать торговые точки, чтобы остановить пандемию. Проверяют заведения специальные санитарные группы. Ежедневно, без выходных и праздников. Обращаем особое внимание в предприятиях общественного питания на использование QR-кодов при входе посетителями, использование QR-кодов самими работниками предприятия общественного питания. Также мы посещаем салоны красоты, парикмахерские, в которых точно так же должна использоваться, проверяться и термометрия посетителей, вести журнал обработки всех помещений. Заходим в магазины, в розничные продажи, в которых точно так же проверяем масочный режим посетителей, масочный режим продавцов и обязательно теперь уведомляем работников о том, что постановлением Роспотребнадзора Ставропольского края после 18 ноября непривитые сотрудники должны отстраняться от работы. На улице Серова проверили пять объектов – кафе, магазины, парикмахерские. Сотрудники общепита показали образцовый результат. Здесь соблюдают необходимые требования и заполняют журналы. Гости, когда приходят к нам, мы предлагаем им сканировать QR-код, они получают код и при подтверждении мы смотрим на состояние человека, здоров ли эпидемиологическое окружение его. Следующее, что мы еще делаем, обязательно предлагаем померить температуру, убедиться в его состоянии здоровья, безопасности, как для нас самих, так и для человека, в том числе обработать руки, санитайзер у нас есть, и предлагаем присесть. В другом кафе тоже не было никаких нареканий. Заведение соблюдает необходимые санитарные нормы, сотрудники и посетители носят маски и обрабатывают руки. Если садятся кушать у нас, QR-код, зарегистрироваться, температуру проверяем, естественно. Термометр есть? Да, все есть. QR-код работает? Конечно, да. Проверим на камеру? Проверьте, пожалуйста. А если человек приходит, нет у него смартфона или телефон забыл? Мы предлагаем собрать покупку с собой. Но не все торговые точки соблюдают антиковидные меры. Сотрудники парикмахерской обслуживали клиентов без масок. У них также не нашлось документов на работу. Поэтому специалисты составили уведомление руководителю. Теперь ему необходимо прийти в отделение полиции для составления протокола. В дальнейшем эти протоколы отправляются в суд, в арбитражный суд по месту нахождения данного учреждения. Судья принимают решение либо предупреждение, либо наложение штрафа за административное правонарушение. С начала пандемии выписано более 500 таких уведомлений, а также составлено более 300 протоколов, которые направлены в суды. Однако для большинства заведений санитарные требования все-таки не пустой звук. Меры безопасности обязательны и для покупателей. Во всех заведениях необходимо надевать маски. Именно действуя сообща, мы сможем справиться с пандемией.